Привет, друзья! С вами Сан Саныч и вы на канале Взрослый Разговор. Сегодня, по вашим многочисленным просьбам, я покажу вам пляж Яхта. Это сравнительно молодой пляж, он находится в Одесской области, недалеко от Одессы, буквально в нескольких километрах. Но он уже имеет награду «Голубой флаг». Что это такое? Это очень высокая награда, которая дается тем пляжам, где действительно чистое море и чистое побережье. И давайте я вам покажу, как добраться на пляж Яхта. Итак, мы едем со стороны города, доезжаем до развилки, где прямо уходит Днепродорога, а направо идет дорога на Южный. И у нас здесь первый населенный пункт, это Крыжановка, с правой стороны. Мы ее проезжаем, естественно. Вот, видите, уже есть указатели Яхта. Ресторан, пляж, бассейн, пряба. Фактически едем по этим указателям, их будет много. Мы выезжаем с Крыжановки, сразу заезжаем в Лески. Это тоже населенный пункт, поэтому здесь мы тоже не превышаем скорость. Ну, а указатели нам говорят, что яхта прямо. Проехав Лески, мы выезжаем на перекресток со светофором. Здесь мы занимаем крайний правый ряд и едем прямо. Если повернуть налево, то можно уйти на поселок Котовского и также на торговый центр Ривьера. Я делал обзоры торгового центра Ривьера. Если интересно, я вот здесь оставлю ссылочку. И тут очень много указателей. Сразу яхта направо, яхта направо. Здесь мы не разгоняемся. Смотрите, вот перед знаком фонтанка. Поворачиваем направо. И едем прямо. Важный момент. Нахождение на территории пляжа платное. Ну, то есть там платная парковка. Но в конце видео я вам расскажу лайфхак, как сделать так, чтобы это было бесплатно. Досмотрите до конца. Указатель гласит, что нам осталось 700 метров. И здесь есть шламбаум. Мы сейчас получим парковочный талон. Итак. Оплата при выезде согласно тарифа. 20 гривен за 1 час. И 1 гривна за каждую следующую годыну. За каждый следующий час. Здесь одностороннее движение. Вот парковочный талон. Здесь также написано, что по годыну. Хотя здесь написано 20 гривен годыну. Интересно. Там написано 1 гривна годына следующая. И написано до 25 минут бесплатно. Но это в основном для такси, потому что даже если вы захотите там приехать и уехать по-быстрому, у вас не получится. Потому что здесь достаточно длинные расстояния. Пока вы доедете до пляжа, пока вы выедете, то есть там вы ничего не успеете сделать фактически. То есть это для таксистов. Как я уже говорил, здесь одностороннее движение. Тут фактически закольцована дорога. То есть выезд с другой стороны на другие ворота. Поэтому досмотрите видео до конца. Я покажу, где здесь выезжать. Что очень часто те люди, которые приезжают первый раз, они пытаются вернуться здесь, их не пускают. Естественно, скандалы, недоразумения. И вот так, смотрите. В один миг мы сразу с вами видим море. Кстати, добавили пешеходных дорожек. Я смотрю, свежий асфальт лежит. Здесь фактически два пляжа. С правой стороны, если мы сейчас повернем направо, а мы повернем направо, пляж яхта. И с левой стороны, если повернуть налево, мы туда тоже повернем, когда будем выезжать. Новый пляж, ресторан, море. Но сегодня я вам расскажу про яхту. Если вам понравится это видео, и вы захотите, чтобы я вам рассказал еще и про море, пишите в комментариях. Я обязательно это сделаю. Итак, повернув направо, перед нами открывается вот такой вот вид. Пляж яхта состоит из комплекса. Это ресторан. Далее, пляж, детская площадка, кофейня. Огромная парковка. Не одна, их здесь несколько, в нескольких уровнях. Вот здесь вот внизу. Я надеюсь, мы внизу запаркуемся. И там есть выше. И дальше еще есть бассейн. Такая релакс-зона. Ух ты, я смотрю, там что еще? Фонтанчик сделали. Фонтан поставили. Давненько мы здесь не были. Так. Запарковаться снизу негде. Поэтому я вам сразу покажу верхнюю парковку. Вот здесь вот так вот поворачиваете направо. Поднимаетесь вверх. Итак, паркуемся вот здесь вот. Идемте смотреть пляж яхта. Над рестораном яхта развивается три флага. Флаг Украины. Флаг самого ресторана. И голубой флаг. Кто не знает, голубой флаг это международная награда. Я смотрю, 2020 год, то есть они получили его недавно. И выдается тем пляжем, где вода и качество вот всего соответствуют высоким стандартам и пригодны для того, чтобы безопасно людям отдыхать. Ну это круто. На территории пляжа есть очень интересный ресторан. Нам принесли меню. Мы сейчас посмотрим. Сейчас время завтрака. Очень много завтраков, десертов. Ну я сейчас вам, наверное, все-таки покажу меню. В общем-то, здесь достаточно интересно. И прямо с ресторана открывается вид на пляж. Сейчас я вам его покажу. Тут много различных стилизованных таких вот столиков. Брендированные. Посмотрите, как красивая яхта. И вот так вот прямо с террасы вы наблюдаете за пляжем. Вот сам пляж. Внизу вот эти вот кабинки. Они как качели. Они качаются, когда вы сидите. Тоже очень интересно. На пляже есть как платные услуги. Там шезлонги, кабинки. Так и бесплатные. Можно просто прийти с подстилкой, расстелить и загорать, купаться. Вода в море чистейшая. Вон там какие-то аттракционы. Я думаю, что они тоже бесплатные. И дальше вот там вот бассейн. И детская игровая площадка. Сейчас мы туда тоже пойдем и посмотрим. Тут есть кофейня, где можно просто взять кофе с собой. Сверху отделение полиции. То есть за вашу безопасность тут отвечают. И идемте посмотрим. Тут поставили фонтанчики. Кстати, вот такие вот оригинальные полицейские машинки. Это не игрушки. Это реально полиция вот такая вот. Прикольно. Для любителей селфи. Здесь есть вот такие вот желтые деревья. Они мало того, что достаточно яркие, красиво получается в кадре. Они по ночам еще светятся. Вот эти листики горят лампочками. Поэтому здесь и ночью очень красивые снимки получаются. Вот такие вот фонтанчики красивые поставили. Это произошло недавно. Я этого еще не видел. Ну, здесь постоянно что-то меняется, добавляется. Так. Это реклама непосредственно с самого пляжа, там где бассейн. Вигвам стоит 550 гривен, таблетка 500, капюшон 450. Ну и так далее. Это на территории бассейна. Мы позже пойдем посмотрим. Здесь вот такие вот интересные деревянные помосты. Мы приехали рано утром. На самом деле детей сейчас мало. А обычно здесь и роллеры, и на самокатах дети катаются. Очень много интересных детских площадок тут. Это все абсолютно бесплатно. То есть вы приехали с ребенком и гуляете сколько хотите. Как говорил пёс Шарик в мультфильме Простоквашино. Живите кто хотите. И вот там уже непосредственно бассейн. Такая зона релакса. Тут есть тоже и переодевалки, туалет, камера хранения. Все козырно. Медпункт. Есть вот такие вот места для детей. Жабынятка. Тут даже возраст указан от 3 до 5. То есть разные бассейны для разного возраста. Тоже интересно. Ну а там уже отдых для взрослых. Тут уже бар, кальян, алкоголь. Вот здесь мне это место нравится. Тут тенечек такой. Очень красивые стульчики. Красиво. Вот на таких вот можно посидеть. И полюбоваться морем. Идемте, пройдемся, посмотрим. Как тут все выглядит. Ну и вот так вот бассейн. Ага, я читал, что они еще здесь планируют сделать выход прямо к морю. Вот здесь будет мостик такой в море. Ну это project. Ну я думаю, что сделают. Вот так вот. Хочешь иметь красивый загар? Используй масло для загара. Когда уже кожа привыкла к солнцу, можно работать над усилением глубины и насыщенности загара. Как правило, улучшению качества загара способствуют масла, которые богаты бета-каротином и витаминами. Особую эффективность имеют органовые и оливковые масла. Масла шиповника, ши и облепихи. Именно такими являются новые масла от Biocon. Их несколько с разными модными запахами. Вы можете выбрать себе. Кокос и манго. Масло манои. Кофе фреш. Фактор защиты в этих маслах маленький. SPF 6. То есть масла подходят для уже загорелой кожи. Это важно понимать, чтобы не сгореть. А использовать их можно после недели пребывания на отдыхе для усиления цвета загара. Эти средства усиливают интенсивность загара и помогают приобрести красивый шоколадный оттенок кожи. Напоминаю, что активаторы загара категорически нельзя применять. В первые дни пребывания под воздействием солнечных лучей, когда кожа еще не загорела и не привыкла к солнцу. Людям со светлой и чувствительной кожей. При появлении симптомов солнечного ожога. То есть масла с низким SPF можно применять только людям со смуглой или уже загорелой кожей. Biocon это ваш безопасный загар. А теперь внимание, конкурс для моих зрителей и подписчиков. Напиши в комментарии под этим видео, почему ты любишь и пользуешься продукцией Biocon. Комментарий должен быть веселым, интересным и оригинальным. Авторы трех самых прикольных комментариев получат вот этот вот набор солнцезащитной косметики от компании Biocon. Комментарии принимаются до 20 августа 2020 года включительно. И уже 22 августа я объявлю победителей. И возможно среди них будешь ты. Важно! Количество твоих комментариев не ограничено. Чем больше разных комментариев ты напишешь, тем больше вероятность твоей победы. Ну что, начинайте писать комментарии. А мы идем дальше смотреть пляж яхта. Так, вот там вот у нас бассейн. Вот здесь вот спуск на пляж. И я по пляжу хочу пройти к ресторану. Мне посмотрели и сказали, что завтрак нам уже принесли. Поэтому пока иду на завтрак покажу вам пляж. Кстати, вот душ. Ну, то есть, как я и говорил, здесь можно абсолютно бесплатно загорать со своей подстилкой. Ну, а можно... Можно в платных... Вот, а? Скажите, а цены на услуги вот эти вот, что почем? Бунгало 500 гривен, шезлонг 100. Бунгало сколько от человека начается? 500 гривен. Человек? Сколько влезет? Ну, около 4 тачки. Вы даете вот такой вот браслетик. 100 гривен шезлонг он зонтиком, да, идет? Или нет? Или зонтик отдельно? Ну, то есть, если вы взяли шезлонг, да, под зонтик они бесплатно водите. Ну, то есть, зонтик идет, входит с вами. Спасибо. Если есть, то не будет. Ага, я понял. А вот эти вот вещи, они бесплатные, да? Да, бесплатные. То есть, неважно, кто... Я заплатил или я лежу на подстилке, я могу там плавать и... Да, да, зонтик. Спасибо. Спасибо. Цены достаточно гуманные. Хотите, по-богатому берите вот такой вот бунгало за 500 гривен. Либо берите за 100 гривен шезлонг. К шезлонгу автоматически идет тенек, то есть, зонтик, поэтому... Ну, а не хотите, пожалуйста, на своей подстилке. То есть, все достаточно демократично и... Ну, и вот те вот вещи, водные аттракционы, они... Для всех. Для тех, кто заплатил, для тех, кто не заплатил, неважно. Ну, и вот есть информация, что тут есть. Ресторан направо, бассейн налево, медпункт налево, полиция направо, спасатели налево. При пожеже зонить 101 направо. Ну, естественно, курение запрещено. Ну, и не... Не мусорить. Кстати, да, здесь бесплатная зона Wi-Fi. Что немаловажно. Пляж предоставляет свои услуги с 8 утра до 8 часов вечера. Ну, все, я пошел в ресторан. А то остынет мой завтрак. А я хотел покушать. А вы думали, Сан Саныч на завтрак труфеля ест? Овсянка? Овсянка, сэр. Так, что здесь по меню. Домашний куриный бульон 68 гривен. Рыба. Хрустящая караси. 200 грамм 137 гривен. Бычки жареные. 200 грамм 168 гривен. Так, мясо. Шашлык свиной. 149 гривен 200 грамм. Свиной челогач. 200 грамм 210 гривен. Ну, то есть цены, как везде. Вот так вот выглядит их меню. Вот так настала пора попробовать воду. Потрогать ее ногами. Ну, вода теплая, теплейшая. Так что смело. Можно приходить купаться. Нужно приходить купаться. Немножко мутноватая. Но это из-за песка, который вот здесь возле берега. А так вода шикарнейшая. Ну что, мы выезжаем с пляжа яхта. И сейчас, как я и обещал, я вам покажу лайфхак, как отсюда выехать, не платя за парковку. Так, мы выезжаем. Кстати, вот здесь кофейня, я ее уже показывал. Здесь тоже можно попить кофе. То есть можно попить в ресторане, а можно попить вот здесь в кофейне. Мы едем все время прямо. Я напоминаю, что здесь одностороннее движение. И там, где мы заезжали, выезд запрещен. Там, кстати, и кирпич стоит. Вот заезжали мы отсюда слева. И фактически мы едем вот туда вот дальше. Мы проезжаем пляж и ресторан море. Опять-таки напоминаю, что если вам интересен обзор этого пляжа, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, и я это сделаю. Дорога резко уходит влево-вверх. Итак, рассказываю лайфхак. Когда мы заезжали, нам дали вот такой вот парковочный талон, который гласит о том, что мы заехали, указывает наше время и так далее. Ну и указывает тариф. Но есть один секрет. Заказав любую услугу на пляже яхта, будь то шезлонг, кофе в кофейне, который я вам показывал, или обед в ресторане, вы получаете вот такую вот бумажечку, которая дает право не платить за парковку. То есть право на бесплатный выезд. И сейчас мы узнаем, сколько нам натикало, а потом предъявим эту бумажку. Сколько? 40? У нас такая штучка есть. Спасибо. То есть нам натикало 40 гривен. Ну, мы не платили, потому что мы воспользовались любой услугой. Я уверен, что процентов 90 людей, которые сюда приезжают, пользуются какой-то услугой на этом пляже. Пьют ли кофе, покупают воду, берут в аренду шезлонг, кушают в ресторане. Просто как-то это не особо афишируется, не знаю. Я не знаю, откуда я об этом узнал, но я об этом знаю. Делюсь теперь с вами, мои дорогие подписчики, теперь вы в курсе, что за парковку можно не платить. Понравилось видео? Поддержи его лайком. Если вдруг, по какой-то причине, ты еще не мой подписчик, вот здесь, внизу под видео, есть кнопочка подписаться. Нажимай на эту кнопочку, а рядом с кнопочкой нажимай на колокольчик, и тогда ты точно не пропустишь ни одного моего видео. Также обязательно поделись этим видео с друзьями. Для этого под видео нажимай кнопочку поделиться и разбрасывай видео по всем соцсетям. Меня зовут Сан Саныч, вы на канале Взрослый Разговор, мы все вместе были на пляже яхта. Желаю вам добра, любви и счастья. Пока!